Во время соблюдения поста в месяц Рамадан у людей возникают, а точнее до начала месяца Рамадана у людей возникают самые разные страхи. Мне не хватит еды, у меня пересохнет в горле, как я буду учиться, как я буду работать. И в том числе вопрос того, как я буду, например, ходить на фитнес, либо, тем более, если человек профессионально занимается спортом, как я буду тренироваться каждый день по несколько часов, а тем более, если у него еще соревнования придутся на месяц поста. Здесь нужно понимать, что в первую очередь, под номером один идет вопрос снятия вот этих вот страхов, сомнений. Как в хадисе сказано . То есть простите у Всевышнего, молите Всевышнего и при этом будьте уверены, что Он вам ответит. Здесь то же самое. В первую очередь, ваше намерение, ваша уверенность, ваше понимание элементарных механизмов, элементарнейших механизмов работы мозга и тела. Вы знаете, вот она вода, вы знаете, вот она еда и такое-то количество калорий, вот ваше тело, такие-то запасы. У каждого из нас, в том числе у меня, есть запас жира не только внешнего и не только на поясе, но и в том числе запасы жира внутреннего. И жир – это вода, учтите. Если вы сделаете намерение и в начале месяца Рамадана, и в каждом дне, с вечера или перед утренним приемом, или после утреннего приема пищи, то мозг будет включать уже понимание, что такое-то количество часов не будет ни еды, ни питья. Он уже начнет воду экономить. И здесь правильно нужно пить воду. Вечером, когда разговение, вы в первую очередь пьете воду. Пьете воду, пьете воду. Пол-литра ли это будет, литр ли это будет, финик. Уже в первый-второй день организм начнет адаптироваться, как можно больше накапливать в себе запасы воды на 24 часа. Потом уже, когда вы попили воду, чуть-чуть подождали, вы кушаете. Но утром вы кушаете, мы говорили в других роликах, легкую, быстро перевариваемую пищу – это фрукты и овощи. А уже ночью, на утренний прием пищи сухур, вы кушаете. Да, в том числе и профессиональный спортсмен, с учетом есть всякого рода пищевые добавки, в том числе натуральные, энергетические. Сами уже узнаете, посмотрите. С определенным набором витаминов, в том числе, орехи. Много не поедайте, но орехи – это и жир, и белки, и в том числе углеводы. Бобовые, самые разные бобовые и самые разные фасоль. Фасоль очень важно. Крупы, мясо, рыба, яйца. Но не переедайте. Это переутомит ваш организм. И организм будет тратить энергию на переваривание огромную, которое вы поглотили из страха. Огромное количество пищи. Это не должно быть. Если вы профессиональный спортсмен, вы знаете, какое количество пищи. Вот орехи, вот сухофрукты, крупы, мясо или рыба, или яйца. Лучше все-таки рыба, яйца. Вот это все утренний прием пищи. То есть это ночью до зари. Какой объем вы кушаете, вы должны увидеть. Молочные продукты минимизируйте, потому что они усложняют пищеварение. Можно кисломолочную хорошую простоквашу на живых бактериях. И вот это все. И опять же перед, в том числе, и на ифтар вечером, и на сухофр ночной прием пищи. Вы сначала пьете воду, пьете воду, потом чуть-чуть, 10-15 подождете, съедаете тот объем, который вам необходим энергетически. И дальше уже в своем режиме. Да, вы поспите. И дальше в течение дня тренировки. Главное – уверенность. Нейтрализовать эти страхи и сомнения. Понимать, что прием душа теплого, в том числе холодного, он заряжает вас энергией. В том числе поры кожи необходимые, если вдруг недостаток, и у вас там капитальные тренировки компенсируют. Я сам соблюдал, в том числе в очень жарких странах, где просто вот обтекаешь пот и вроде как теряешь всю воду. Нормально, ровно. Вы должны понимать, что тренировки должны быть. Может быть не супер, как сильно какие-то тяжелые, но они должны быть. Умеренные обязательно. Они активизируют ваше кровообращение. Они помогают вам переварить пищу. Они включают, в том числе, переваривание ваших внутренних и внешних жиров. Преобразуя их в воду. Тренировки должны быть. Они помогают вашему сердцу работать. Они облегчают ваше соблюдение поста. Два-три дня и вы уже войдете в ритм, будете тренироваться и станете чемпионом на соревнованиях, если они придутся. Приходится на месяц поста. Поэтому, главное – уверенность. Строгий, четкий режим. И настоятельно рекомендую дневной, хотя бы двадцатиминутный, хоть на ходу сон. Оптимум – 53-52 минуты, если вы имеете такую возможность, что другие обедают, а вы проспите. Это запустит полное обновление мозга и тела, гормональное в том числе, обмен веществ. И второе полное дня, опять же, тренировки, фитнес, плавание, душ. Это все только поощряемо вместе с Раматан и все у вас пройдет легко.